Микс Ньюс Утро на Болткоме Доброе утро! В эфире Утро на Болткоме. Сегодня ее проведем мы, Артем Липин, Абик Элкин и звукорежиссер Евгений Копеин. И сегодня у нас по связи по скайпу организатор Бессмертного полка Маргарита Драгила. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Напомню сразу, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы или пишите по WhatsApp 2-300-6191. Ну, первый вопрос очевиден, наверное, послезавтра уже 9 мая, 75-летие победы в Великой Отечественной войне. И при этом у нас все еще чрезвычайная ситуация, нельзя собираться больше, чем по два человека. Как будет Бессмертный полк организован в этом году? Он будет организован в онлайне, как у нас все сейчас организовано. Поэтому мы готовим ряд мероприятий, которые будут именно реализованы в социальных сетях. И, кроме того, мы призываем каждого человека в кругу семьи вспомнить своих родственников, свои какие-то личные истории. Потому что 9 мая для нас — это в первую очередь личная история, личная память, семейная память. А, в общем-то, карантин эту память отменить не может. Поэтому не будет непосредственного традиционного шествия, как мы обычно привыкли к этому, при условии, что в Риге все-таки был самый масштабный Бессмертный полк за пределами России. Но при этом я думаю, что благодаря коронавирусу, если можно так говорить, то большее количество людей, большее количество семей соберутся не на площади, а соберутся дома и вспомнят именно историю своего героя, того, кто воевал. Может быть, посмотрят семейные альбомы. Поэтому это есть только лишний повод еще раз собраться вместе. Ну, соответственно, в рамках закона, потому что мы не можем иметь друг друга в гости сейчас. Поэтому в семье имеются в виду те, которые проживают в мире. Да, вот как вообще люди реагировали? Ну, понятно, что все знали, какая ситуация с коронавирусом и чрезвычайная ситуация. Это объявлено до 12-го числа. Скорее всего, сегодня ее продлят. Но в любом случае 9 мая точно попадает под эту чрезвычайную ситуацию. Что люди писали? Я так понимаю, что была активная переписка с теми, кто в прошлые годы всегда ходил на эти мероприятия. Ну, люди писали разное, начиная от того, что наши деды и прадеды победили фашизм, и неужели мы не победим коронавирус? То есть от такого до того, что давайте останемся дома и будем праздновать в кругу семьи, если будем праздновать, а это уже как бы на ответственности и на совесть, скажем, каждого. Вот, поэтому в этом смысле мы, как организаторы, конечно, призываем всех одуматься и не делать провокаций. Провокации в том смысле, чтобы не собираться всем вместе. Вы можете идти к памятнику, возлагать цветы, но вы можете идти туда по одному, как мы ходим в магазин. Вы можете взять, купить цветы, подойти к памятнику. Если вы видите, что перед памятником стоят люди, ну, там, не знаю, в очередь, или там кто-то возлагает, то просьба воздержаться на два метра и сохранить дистанцию для того, чтобы не провоцировать распространение болезни. Потому что, ну, скажем, гипотез по поводу коронавируса и поводов продления карантина до 12 мая может быть великое множество, но лично я и мы, организаторы «Бессмертного полка», доверяем тому, что на самом-то деле это опасная история, на самом-то деле это не шутки. И поэтому принятые меры карантина, они, в общем-то, необходимы для того, чтобы сохранить жизнь нашим отцам и, ну, и уже на самим себе, конечно. И в первую очередь ветеранам, которых осталось уже, к сожалению, не очень много. Да. Ну, мы знаем, что параллельно с «Бессмертным полком» это понятно, что вещи такие неразрывные. Все время пополняется книга памяти, да, вот, посвященная действительно ветеранам Великой Отечественной. Как обстоит дело вот с этой, может быть, новыми историями и новыми главами? Насколько активно люди пишут о своих родственниках? Ну, кстати, в этом году пишут намного активнее, чем, скажем, в прошлом году. Мы анонсировали еще в прошлом году и в течение всего года, и сейчас продолжаем это делать, что мы к 75-летию «Обеды» планировали издавать юбилейный печатный сборник «Это их «Обеды и наша память». У меня тут есть все прошурочки, которые мы издавали в прошлом году. Такие маленькие книжечки мы издавали каждый год, и в них собраны истории, личные истории каждой семьи, которая посчитала нужным прислать их нам с фотографии своего героя. В юбилейной книге, в юбилейной памяти будут собраны все истории, все герои, которые были нам присланы с 2015 года. То есть это, в общем-то, в течение пяти лет мы собирали эту огромную базу данных. Сейчас там около полутора тысяч историй, и мы начинаем сейчас уже обработку, редактуру для того, чтобы где-то, наверное, мы планируем на начало сентября издать уже именно эту книгу. Поэтому до 9 мая, если вы хотите, чтобы ваша история попала в книгу памяти, в юбилейные издания, в печатные издания, это важно, тогда просим вас прислать историю. Это можно сделать на сайте полк.лв, там прям есть большая такая кнопка «Записать историю героя в книгу памяти». Немножко пару слов, о чём эта книга. Это не архивные материалы, это не документы, потому что мы не поисковики, и мы не работаем с архивами. Это личные истории, которые обычно не запечатлены в протоколах, в документах и в архивах. Это такие переживания, такие воспоминания, которые остаются, наверное, только в семьях. Иногда, в общем-то, читая книгу памяти, можно увидеть сюжет блокбастера, который, наверное, будет основан на реальных событиях. Поэтому, в общем-то, все больше тысячи историй, которые у нас сейчас есть, могут служить или могут быть использованы в качестве сюжетов для не только голливудских, но и отечественных фильмов о войне, потому что там личная история, личная история человека, личная история семьи, которые уникальны, которые иногда страшны, которые иногда абсолютно чудесны, потому что ты не веришь, что такое может быть, что, условно говоря, пуля пролетела и, в общем-то, убила рядом сидящего твоего друга, соседа, соратника, а ты остался целым невредимым и, в общем-то, прошёл всю войну. И таких историй великое множество. И если сейчас уже не говорить о каких-то наших личных историях, которые тоже есть, в общем-то, в книге памяти, то можно говорить ещё и о том, что книга памяти сейчас стала жить уже своей жизнью. Люди стали находить друг друга. И это очень важный момент, и, мне кажется, значимый, потому что мы понимаем, что мы сделали что-то очень важное. У нас вот одно, наверное, из самых таких значимых событий — это было то, что люди нашли вторую семью своего отца. То есть человек ушёл на фронт, после фронта не вернулся, по данным он пропал без вести, а потом оказалось, что люди нашли фотографию своего отца в нашей книге памяти, и оказалось, что он просто потерял память и завёл другую семью. То есть вообще после какого-то ранения, да, контузии? Да, да, да. И, в общем-то, такая история у нас тоже есть. И вот я о ней рассказываю, у меня бегут мурашки, и это... Ну, в общем, я понимаю, что всё мы делали это не зря, ради даже вот таких каких-то маленьких случайностей, которые изменили жизнь. А эта книга, планируется её раздавать, продавать или... Каким образом можно будет её прочитать, когда она будет издана в сентябре? Ну, во-первых, её полностью можно прочитать на сайте «Фолк ЛВ», потому что в печатном издании будут только фрагменты историй. Все истории, скажем, без редактуры, вот в оригинале, они как присылались, они есть на сайте, на нашем. Мы планируем распространять её, конечно, бесплатно. В первую очередь, тем участникам, скажем, с автором, которые принимали участие в шести «Бессмертного полка» и присылали нам истории, потому что в основном это истории рижского «Бессмертного полка». И у некоторых даже сохранились обратные данные, контакты, так что мы постараемся с ними связаться. Кроме того, мы будем смотреть, какой тираж мы можем поднять, но продавать мы эту книгу не будем точно, поэтому я думаю о том, что мы будем стараться находить возможности распространения её бесплатно. Конечно. Да, ну, понятно, что у каждой семьи своя история, вот и те, кто вам присылает, но в основном, вот по вашим наблюдениям, это в основном пишут дети ветеранов или уже внуки, или вообще дальние родственники. Или, может быть, сами ветераны. Ну, сами ветераны, да. Мало ли. Сами ветераны, наверное, не пишут, к сожалению, хотя у нас была идея, что взять в них интервью именно об их воспоминаниях. Вот, но у нас есть, скажем, заготовки, мы пока их не оформили. Вот. Ну, знаете, это очень интересная история, кто пишет и как, и как они отличаются, эти истории, потому что в 2015-2016 году, когда мы только запустили эту инициативу по сбору историй, там, конечно, в основном были дети-победители, ну, в общем, первое поколение. И истории были очень обширные, богатые, на хорошем русском языке, со множеством деталей, очень интересные. Такие вот прям читаешь с запоем, можно сказать. А последние года приходят внуки и правнуки, то есть они уже пишут. И очень много историй такого типа, что я знаю, что мой прадедушка воевал, больше о нём ничего не знаю. Или мне мама рассказала, что мой дедушка воевал. Условно говоря, где, когда, там, умер, а жду, все умер. Вот. То есть, в общем-то, если проанализировать состав, контент или, скажем, качество истории, которые присылаются, то если история пишется внуком или правнуком, то она намного более сухая, в ней меньше, скажем, вот этой, ну, истинных воспоминаний, потому что либо не успели спросить, либо не разговаривали, либо, скажем, это ушло вместе с ветераном. Но при этом абсолютно большинство говорит о том, что в общем-то, сами участники военных действий не особенно любили говорить о войне. То есть, в общем-то, это такой момент, что это те переживания, которые всё-таки, наверное, ушли вместе с ними. И поэтому, когда 9 мая на машине написано «давайте повторим» или там «можем повторить», то я думаю, что большинство людей со мной согласится, когда вот давайте не будем повторять. И не надо говорить, что можем повторить, потому что это, вот не надо это повторять. И странно, я думаю, не хотели повторить в любом случае. Вот может быть, это тоже сигнал к тем, не знаю, внукам или правнукам, ну, если, слава богу, у них ещё живы, вот, понятно, что ведь участники войны, которым уже за 90, да, с учётом того, что 75 лет прошло, может быть, это такое самое последнее время, если всё-таки ветеран готов что-то поделиться какими-то воспоминаниями, не только место службы, сейчас можно в интернете, очень, кстати, многое, что найти, и Министерство обороны России даёт вот все эти данные, рассекретило архивы, да, но какие-то такие живые истории, может быть, это действительно самое такое последнее время что-то их записать или, по крайней мере, может быть, вот первому поколению, как вы сказали, всё-таки передать, пока у них ещё живы те воспоминания, которые им рассказывали, их родители, чаще всего они какие-то самые яркие воспоминания запомнили и совсем не были маленькими, передать дальше, чтобы действительно не получалось так, что ещё пройдёт несколько лет, когда уже ветеранов не будет, сединации будет, действительно, какая-то такая информация, родился, пошёл на фронт, там, не знаю, погиб или вот умер, там, и больше ничего. Ну, в общем-то, да, сейчас, наверное, уже лет пять это самое то последнее время, когда, скажем, последний момент можно уносить ещё эти живые истории, живые воспоминания, но, знаете, я вот сейчас вспоминаю то, что когда мы начинали «Бессмертный полк», меня спрашивали, а зачем вы это делаете? Ну, как бы, да вам это зачем? Потому что работа непростая, особенно в нашей ситуации в Латвии. И я помню, что я отвечала к тому, что мне хотелось бы поднять, ну, там, условный такой рейтинг личной памяти в семьях, чтобы всё-таки стали интересоваться тем, как жило другое поколение, как они это пережили, что они переживали, начиная от детей, которые отказываются, там, не знаю, есть гречку, и кончая уже подростками, которые начинают там делить кого-то по языку, по национальности и говорить, ну, начинать всякие вот эти этнические конфликты, которые, к сожалению, в нашей стране тоже есть. и сейчас, когда вот уже прошло пять лет и у нас есть очень большой пласт информации, я понимаю, что, наверное, всё-таки нам удалось немножко поднять этот рейтинг, рейтинг, ну, плохое слово, но я не знаю, как его ещё. Уровень. Уровень, да, уровень ценности, уровень заинтересованности истории, уровень заинтересованности не только вот истории, которые мы изучаем в учебниках, а истории своей семьи, потому что именно наши семьи и участники были непосредственными участниками тех исторических событий. И да, можно по-разному трактовать какие-то глобальные исторические вещи, но, условно говоря, здоровье бабушки от этого не вернуть. Она всё равно сражалась, она переживала, она болела, они переживали блокаду. Это было, ну, это было не просто переживание, это же было на самом-то деле страшно. Такой страх, который, как говорится, не дай Бог, чтобы кто-то из нас когда-либо пережил страх голода, страх потери. даже слова не могут этого всего описать. Да, ну, вот вы уже упомянули, что в Латвии это всё, мягко говоря, непросто. Вот сегодня СЕИМ как раз именно сегодня на пленарном заседании будет рассматривать очередное заявление парламента, проект заявления, где, к примеру, слово «победа». Ну, понятно, что Великой Отечественной там не упоминается, но вообще победа Советского Союза как-то обозначено, слово «победа» взято в кавычки. Да, и вот, ну, мы можем понимать, какой фон вообще. Да, и сам Бессмертный полк определённой организацией в Латвии называют какой-то там полкремлёвской акцией, попытки переписывания истории. Кстати, сегодня в заявлении СЕИМа тоже говорится о том, что Россия переписывает историю. Ну, я не хочу, так сказать, что вы за Россию что-то говорили, но вообще вот ваши ощущения, потому что вы всё время говоря о ветеранах слово «герой» употребляете, а вот в заявлении вообще и победа-то под сомнение ставится. Ну, в нашей стране многое ставится под сомнение. Герои, я имею в виду, что те, которые всё-таки победили гитлеровскую Германию, и неважно, есть у него именно орден победы или там героическая медаль, важно то, что они все вложили свою лепту в то, что мы победили. В этом смысле я и называю их героями. То, что принимает наше государство, это очень, скажем, забавная история, потому что мне кажется, они пытаются нас, ну, условно, догнать. Мы делаем бессмертный полк, на следующий год они принимают закон о нелояльности. Мы делаем полк на, как бы, соответственно, в 2016 году, там собирается еще большее количество людей, они принимают закон о запрете там, ношения воинской формы там, условно говоря, последовательно увеличению количества людей в полку и увеличению количества людей в принципе в праздновании 9 мая влечет за собой принятие новых законов. Вот, поэтому я не знаю, кто из нас тут переписывает историю или кто на нее оказывает особенное влияние, но в любом случае историю моей семьи наше государство переписать не может. У меня дедушка пропал без вести, мы до сих пор не знаем, где он. Моя бабушка пережила блокаду, она уже скончалась, умерла, но при этом в нашей семье есть этот страх, ну как не страх, а норма, принцип, что у моей мамы всегда дома будет 5 пачек макаронок, 2 пачки гречки. И это будет неприкосновенный запас. И это, в общем-то, то, что передавалось, вот, сформировано уже от наших ветеранов. Поэтому можно говорить о том, что да, про кремлевские и не про кремлевские, но бессмертный полук в Риге реализуется на личные средства организаторов акции на пожертвования. И я помню, пару лет назад кто-то сказал из полиции безопасности, по-моему, что я должна была получить 300 миллионов евро за организацию полка. Вот, не 100 тысяч, 300 тысяч, вот я догнула. 300 тысяч за организацию полка, но не получили. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. У нас сегодня на связи Маргалита Драгила, организатор бессмертного полка в Риге. При этом, когда мы говорим о празднике 9 мая, понятное дело, что для Латвии, для Литвы, для Эстонии, для многих стран, для постсоветских стран в целом, это праздник двойственный. И в последнее время, ну, очень многие говорят об этом, я там в их числе вхожу, что приходить к памятнику с каждым годом становится не то, что труднее, но увеличивается какое-то количество вот этой агрессии. Для многих людей 9 мая становится не праздником победы, не праздником со слезами на глазах, а скорее возможностью высказать свой манифест, свою какую-то позицию относительно существования русскоязычного населения в Латвии. То есть, ты там приходишь, и там несколько лет назад, когда это еще было можно, можно было увидеть советскую военную форму. Я помню, что в 2015 году, когда я пришел, там были флаги ДНР и ЛНР, которые вообще никакого отношения не имеют, ну, ни к чему, связанным с 9 мая, ну, и российских флагов полно, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, как вам кажется, понятное дело, что со стороны латвийского населения и со стороны, ну, латвийского правительства, видимо, это воспринимается как агрессия, и она переносится от радикальных участников этого шествия, она все равно переносится на всю организацию в целом. Вот есть ли у вас какие-то, не знаю, средства борьбы с таким проявлением, я не знаю, патриотизма или еще чего? Средства борьбы, наверное, нет. Надо только достучаться до разума людей, но при этом момент увеличения количества празднующих 9 мая как способ демонстрации, что мы здесь есть, как некое такое противодействие, я думаю, он имеет место быть, и определенный процент участников и полка, и непосредственно празднования 9 мая у памятника, именно как массового празднования, он, я не знаю, какой он, значительно незначительный, но определенная категория есть безусловно. И таким образом я часто об этом думаю, мне кажется, что размывается именно история семейной памяти и превращается в такую, не то чтобы провокацию, но такую внутреннюю, да, вот это это я, я это сделал, или я потомок, или вот мой дед это сделал. И может быть, при более мирной ситуации, которая могла бы быть у нас в Латвии, может быть, и не было бы такого большого количества людей, которые реально разделяют этот праздник как день семейной памяти. Как с этим бороться? У нас в полку, когда мы ведем полк, у нас есть правило, что мы запрещаем использование любой символики, кроме фотографии героя. И неоднократно каждый год есть умельцы или желающие принести российский флаг, принести советский флаг и другие символы. Да, мы понимаем этих людей, почему они это делают, и аргумент в других странах разрешено, почему у нас нет. И в этом смысле и я, и мои коллеги, мы всегда отвечаем просто, что наши деды и прадеды воевали плечо к плечу, они стояли в обороне и нападении, и они не разделяли тогда, каким политическим взглядом относятся, кто в какой партии, кто какой флаг поднял и так далее, и так далее. Поэтому собрать такое, по большому счёту, рекордное для Риги количество людей в единое шествие, как вот мы видим на примере Бессмертного полка, мне кажется, нам удаётся только за счёт того, что там нет никакой символики. И да, люди, конечно, иногда с агрессией убирают флаг, но убирают, потому что к ним в основном подходим мы, а потом подходит полиция, потому что это согласованные все правила, но при этом в рамках шествия Бессмертного полка не было ни одного административного нарушения за все пять лет. но повторюсь, что в голову ты никому не влезешь, ценности ты свои как бы не привьёшь, поэтому когда мы говорим о Бессмертном полке, когда я выступаю за праздник 9 мая, я, в общем-то, говорю о том, что это праздник именно семейной памяти, праздник благодарности нашим членам семьи, которые участвовали в этих страшных сражениях. Я скажу вам больше того, что, условно говорить, такие инициаторы, которые могут прийти на Бессмертный полк, или, ну, просто я Бессмертный полк знаю лучше, у памятника больше надо спрашивать у организаторов 9 мая, но в полк приходили с портретами Сталина. Ну, как, он же, в общем-то, тоже, как говорится, вложил лепту в победу. Ну, главнокомандующий. Да, да. Вот. Что мы говорили? Ну, если это ваш родственник, вы с ним можете идти, а если это просто портрет, тогда нет. И люди, в общем-то, убирали, потому что, по большому счету, правило акции, правило полка заключается в том, что я несу своего героя, своего члена семьи, своего родственника. Если немножко вернуться по поводу именно Бессмертного полка в этом году, потому что, да, вот вы сказали, он будет проводиться онлайн, это больше такая будет внутренняя семейная история, при этом уже организаторы упомянутого 9 мая, они сказали, что когда будет можно, мы все-таки что-то организуем, мы как минимум проедемся по ветеранам, но может быть что-то еще будет. Планируете ли вы вот Бессмертный полк, скажем, в России на 3 сентября, на данный момент принесено тоже большое празднование и Парад Победы, планируете ли вы Бессмертный полк может провести в какие-то другие даты, когда это будет можно, или все-таки нужного 9 мая, теперь уже ждем следующего года? У нас нет ответа на этот вопрос, мы его обсуждаем, есть варианты переноса, есть варианты, условно говоря, переноса его на 9 мая следующего года, пока нет ответа, мы это обсуждаем, но при этом тут еще момент такой, ну скажем, Бессмертный полк в Риге, он собирал всегда больше, очень рекордное количество людей, и если мы будем проводить его в другое время, то у меня вопрос, скажем, насколько смогут собраться люди в этот день, в другой день, именно под историю Бессмертного полка, поэтому мы обсуждаем разные варианты переноса, возможно, но сейчас мы не готовы об этом говорить, потому что пока не принято решение, и мы не можем ничего анонсировать, единственное, что мы точно знаем, что будет перенесено эта презентация книги памяти, которая будет, скорее всего, в начале сентября, вот, а что касается именно непосредственного шествия Бессмертного полка, то, как говорится, будем смотреть по ситуации, и как только у нас будет решение, мы сразу его объявим. Есть ли опасения, что все-таки, ну, время идет, ветераны уходят, и уходят, или тоже уже в таком возрасте ближе к пенсионному, то первое поколение, то есть дети этих ветеранов, есть ли, вот, на ваш взгляд, опасность, что мы понимаем, что происходит, ну, так мягко говоря, зачастую переписывание истории, в том числе в школах, и уже действительно слово победа может быть вообще употребляется только в кавычках в информационных агентствах и в учебниках в некоторых, вот, если опасно, что вот эти внуки, правнуки, следующее поколение тоже подастся вот этой, в этом новому прочтению, так дипломатически говоря, истории, и тоже будут считать, ну, может и участвовали в войне, но все это, о какой победе там можно говорить, вот, и то, что сегодня Семь будет обсуждать, это повторная оккупация, никакая победа, и вообще в Латвии, об этом лучше не упоминать. Я думаю, что да, конечно, это опасность, этот риск есть, он очень сильный, и, ну, и это, в общем-то, абсолютно реальная история того, что через поколение, ну, как бы, условно говоря, уже наши дети, получается, могут утратить знание, скажем, ну, скажем, подлинное знание об этой войне, наверное, так, как мы, в общем-то, утратили знание истории и значимость войны 18-го, 12-го года, и поэтому, да, может перелеснуться как бы страница истории, и самое страшное то, что она, в общем-то, если она перелеснётся, то вот мои дети, которым сейчас 6 лет, они, в общем-то, могут стать участниками непосредственных новых, не дай бог, военных событий, связанных именно с каким-то повтором тех событий, которые были во Второй мировой войне, потому что этнические конфликты, национальные конфликты, как бы мы не пытались говорить о том, что мы все толерантны, что сейчас основная ценность современного сообщества это мультикультурность и мультилингвизм и так далее, и так далее, но всё равно, если мы посмотрим на основные конфликты, которые происходят в обществе, они все основаны, ну не все, а большинство основано на религиозной нетерпимости, на этнической нетерпимости, на национальной нетерпимости и так далее, и так далее, поэтому если об этом не говорить и ставить условную «победу» и дать возможность этой истории как песок сквозь пальцы утечь, то велика вероятность того, что это может повториться. Я могу сказать то, что со своим ребёнком я смотрю тогда фильмы, сейчас стала смотреть фильмы про войну, где, скажем так, понятным языком, плюс-минус понятным для ребёнка, показывается то, что нельзя делить людей, что все мы из крови и плоти, все мы одинаковые. И если тут тоже слушают люди, у кого есть маленькие дети, и думают о том, как же рассказать ребёнку о страхах войны, о том, что нельзя делить людей по каким-то признакам, то совершенно потрясающий фильм голливудский — «Это мальчик в полосатой пижаме», где вся история Холокоста и отношений немцев с евреями рассматривается в диалогах между двумя мальчишками. И это просто потрясающе. Спасибо за эту рекомендацию. Да, но вот мы знаем, что события происходят совершенно удивительные. В канун 75-летия в одном из районов Праги поставили памятник, к примеру, власовцам. И говорят, что, вы знаете, ну и что там, они где-то предали, а вообще нормальные ребята были, хорошие. Там большой внутренний конфликт по этому поводу сейчас проходит в Чехии. Ну, в общем-то, да, поэтому это как раз только подтверждает то, что в любом случае вот эти идеологические конфликты, они имеют место быть. И, в общем-то, сейчас, к сожалению, ничего не изменилось. Я хотел вот что уточнить. Вы сказали, что именно память, семейная память о тех событиях — это то, что помогает помнить ценность человека, это то, что показывает невозможность и неправильность таких межэтнических конфликтов. При этом, опять-таки, у нас есть огромное количество примеров, к сожалению, отрицательных, когда Вторая мировая война воспринимается именно как советские или там русские победили немцев. И немцы до сих пор эти все, ну, истории про, к сожалению, хрестоматийные истории про русских туристов, которые отдыхают 9 мая где-то за границей, ищут немецких туристов, чтобы отметить с ними победу и так далее, и так далее, их очень много. И мне кажется, ну, я такой вопрос вам хочу задать, вам не кажется, что дело не в памяти о Второй мировой войне как таковой, потому что вы правы, очень многие конфликты, они были межэтническими за долгую человеческую историю, что проблема не в памяти как таковой, а в том, как эта память преподносится в каждой отдельной семье и в школах, ну, в целом. Я думаю, что да, конечно, потому что мы же, ну, скажем, растём вначале в семье, а потом в школе, поэтому момент того, через какую призму ты смотришь на эту победу, этот момент, он основной, но мне почему-то ещё кажется такое, что люди, которые реально разделяют ценности победы и реально знают, какой ценой она доставалась, они редко, условно говоря, пойдут 9 мая бить, как говорится, что-то немцу, ну, там, условно говоря, то есть каким-то образом провоцировать эти конфликты. Мне почему-то кажется, что это больше такая история бравады и какого-то самоутверждения, которое, к сожалению, характерно для большинства подростков, характерно для большинства людей тогда, когда мы готовы на себя надеть, ну, скажем, награды и какие-то достижения не свои, но при этом говорить, вот я такой, я крутой. Вот я очень люблю такое проявление именно на 9-го числа и именно в контексте Второй мировой войны, потому что мне повезло, я застала ещё и бабушку, которая пережила блокаду, и они, в общем-то, не любили вот этого всего очень. И какие-то даже эти большие праздники или, опять-таки, какая-то бравада по поводу Второй мировой войны, она не доставляла радость ветеранам. И вот момент для того, чтобы это не перешло в определённый кич, тогда, когда мы георгиевскую ленточку вешаем на шейник собаки, вот мне кажется, это такая очень тонкая грань, которую, наверное, всё-таки должна удерживать семья. Вам не кажется, что вот этот переход в кич, как вы выразились, и вот этот, не то что обесценивание, он такая, ну, назовём её попсовостью вот этой победы, этого праздника, она происсякает как раз-таки из того, что, несмотря на то, что прямых свидетелей этих событий, там, первого поколения детей войны, их действительно становится всё меньше и меньше, этого диалога, как вы вот упомянули, когда вы собирали историю про книги, его тоже становится всё меньше и меньше, что события Второй мировой войны, это уже становится, ну, по сути, далёким историческим событием. Мне очень нравится параллель, который вы провели с войной 12-го года, потому что это было, ну, там, для моего поколения, скажем, ну, хорошо, я там с бабушкой разговаривал об этом, но вот даже моя бабушка, она дитя войны, она родилась в сороковые, она не помнит войну лично, она помнит истории тоже своих отцов, ну и так далее. То есть Вторая мировая война, Великая Отечественная война, она уже становится далёким историческим событием, а Девятое мая продолжает отмечаться как семейный, как личный праздник, ну, по идее своей. Нет ли ощущения, что, ну, там, ладно, ещё пока, но через какое-то время нужно этот праздник уже отпустить и перестать его праздновать вот так ярко и так, как будто это было несколько десятков лет назад? Я согласна, наверное, с тем, что надо каким-то образом, что сейчас это переходит в такой популизм и стало модным, как в своё время было модно быть русским, потом было модно быть православным, там было модно быть евреем в какой-то период, вот сейчас модно иметь дедушку-ветерана, что, кстати, не было модно ещё лет 10, наверное, 15 назад. Вот тут момент такой, что, с одной стороны, общественная вот эта вся, ну, скажем, движуха, она, наоборот, привлекает внимание и создаёт ситуацию необходимости исследования, а что же там было. И, условно говоря, один молодой человек пойдёт там с брамадой, а другой начнёт исследовать, а что же там на самом-то деле было. И таким образом отпускать это, я думаю, что нельзя, потому что как только, ну, пока мы держим, скажем, фокус внимания на этом празднике, он всё-таки есть у нас в каком-то информационном пространстве и требует к себе внимания. Но момент такой, что, и я пока не знаю, как это сделать, у меня нет ответов, я думаю, что не только у меня, как сохранить эту тонкую грань между пропагандой, как было на самом деле, потому что как было на самом деле, ну, условно говоря, у всех было по-разному, судя по книге памяти. То есть чтобы избежать, скажем, правильной истории идеологии, но при этом сохранить определённую ценность именно как жизни человека, именно ценность сохранения человека человеком для того, чтобы не допустить фашизму. Вот этот момент такой, мне кажется, в общем-то он в следующие лет десять стоит, наверное, перед нами, как то, вот как нам удержаться на этой тонкой линии. Да, вот вы сказали о том великом множестве, это хорошо, истории, которые приходили и приходят о ветеране в семье конкретной. Ну, может быть, сейчас сразу и не вспомните, но тем не менее, были какие-то вот истории, где, ну, получалось так, что человек действительно был героем, в прямом смысле этого слова, совершил какой-то подвиг, ну, в силу разных обстоятельств, не знаю, был ранен, какой-то наградной лист не нашёл этого героя, и только впоследствии потом выяснил, что действительно, ну, человек был незаслуженно, как бы забыт его подвиг. Ну, вот таких историй, ну, вот именно прямо, чтобы вот такой истории, наверное, сейчас я не вспомню, но думаю, что есть, скорее всего. Но есть истории такие, их очень много, когда моя бабушка вытащила с поля боя 40 бойцов, а потом она оперировала человека, вот, по-моему, вот в этом году пришла история, и снаряд попал в палатку, и попал в неё во время операции, то есть она человека спасла, а сама на операционном столе, по большому счёту, скончалась. Вот, то есть это вот одна из последних историй, которая в этом году пришла. Есть очень много историй, которые связаны с тем, что, да, условно говоря, дедушка нам рассказывал про то, как он участвовал в каком-то там сражении, операции или ещё что-то, и после его смерти мы узнали, что, оказывается, у него там была награда. Вот, такие истории тоже есть, вот, но при этом я думаю, что есть очень много людей, которые даже не знают, что у них есть сражение. Вот, поэтому, слава Богу, что сейчас открылись архивы, и что, в общем-то, можно легко найти историю, именно что касается наградных листов и, вот, скажем, движения солдата по линии военных действий и по его истории. Но при этом всё равно мне кажется, что все истории, которые мы читаем, каждый человек там достоин своей победы, своей медали, потому что просто потрясающие вещи люди присылают, от которых, ну, вот, реально слёзы на глаза навтачиваются. Да, вот, примем звонки. Доброе утро. Слушаем вас. Доброе утро. Да, пожалуйста. Ну, очень жаль, конечно, что не будет бессмертного полка, чтобы там не говорили про онлайн, посидите книжки, альбомы полистайте. Мероприятия, честно говоря, сорваны. И националисты добились того, что они хотели. Я бы не хотел, очень большое, так сказать, значение имеют, как преподносят средства массовой информации, вот именно вы. Почему вы делаете акцент? Да, это семейный праздник. Это все прекрасно понимают. Но это не только семейный. Это общественно-политический праздник. Это победили советские люди. Это идут потомки советских людей. Именно советский строй победил, а не какой-то там буржуазный, капиталистический. И об этом тоже нельзя забывать. Именно от преподавателей нельзя. Вот вы делаете все время акцент. Ну, давайте семейно посидим в кулуарах, поговорим и все забудем. А как же общество? Спасибо большое. Я так предполагаю, что Западного фронта не было. Англия, Америка, Франция никак не участвовали в победе. Но, может быть, вы как-то можете прокомментировать вот такое высказывание. Я комментирую всегда одинаково. История победы во Второй мировой войне – это, конечно, заслуга Советского Союза. Никто не отрицает. Но все-таки в ряды бессмертного полка мы призываем всех наследников победителей стран антигитлеровской коалиции. Да, еще один звонок нам успеем принять. 612-939. Сорвался. Ну, сорвался. Ведь, да, вот есть вторая попытка. Доброе утро. Слушаю вас. Доброе утро. Ну, вы знаете, вот бессмертный полк можно же привести, если будет все нормально, 22 июня. Или в сентябре, когда было окончание Второй мировой войны. Ну, что очень много советских партизан и в Югославии воевали, и во Франции были, еще в каких-то странах партизанских движениях. То есть, вот зря этот предыдущий человек так говорит. А потом это действительно для многих. Это семейный праздник. Ну, вот я повторяю еще раз, что можно перенести просто бессмертный полк. Перенести, наверное, можно, но вот будут ли такие ощущения, как 9 мая, 9 мая? Ну, это вот, можно сказать, глаз народа, обсуждения еще идут, поэтому... Обсуждения идут, да, споры идут о том, как правильно, как надо, да. Да, я хотел еще задать такой вопрос, может быть, мы быстро успеем обсудить такую тему. Я в последнее время замечаю, опять-таки, если мы говорим про изменения в отношении к Второй мировой войне, к Великой Отечественной войне, к победе и так далее, в последнее время все больше появляется фильмов и, там, не знаю, вообще ракурс обсуждения смещается на более легкий тон, наверное, за не менее лучшего слова. Я не знаю, насколько вы там следите за такими произведениями искусства, но, скажем, среди самых известных это праздник режиссера Красовского, который я, к сожалению, не посмотрел, но по описанию это трагикомедия о блокаде в Ленинграде. Есть вот прошлогодний фильм «Западный кролик Джорджа», который тоже трагикомичный, очень, на самом деле, там есть очень много смешного и очень много грустного. Это история Второй мировой войны глазами десятилетнего немецкого мальчика, для которого Гитлер вначале герой, ну а потом происходит там деконструкция определенная и так далее. И в целом, вот этот, вы сами упомянули этот фильм «Мальчик в полосатой пижаме», есть еще фильм, я, к сожалению, не забыл его сейчас, название тоже про Холокост. «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна», да, спасибо большое, да, вот я все равно забываю это название. И так далее, вот многие это воспринимают как, опять-таки, девальвацией подвига, что, мол, это большая трагедия, все, что произошло, и нельзя никаким образом каким-то вот так легко на это смотреть, и любые даже попытки как-то легкие выстраивать отношения, это плохо и так делать нельзя. Вот ваше отношение какое к этому? Ну, я, наверное, согласна, что здесь вопрос легкости и даже какой-то комедийности, оно не может быть в рамках, вот, скажем, темы войны. Не может быть, потому что все-таки это, если мы смотрим на сюжеты, на, как бы, на типы фильмов, да, на жанры, то это драма, это трагедия, в конце концов. Вот, но, знаете, момент такой, у меня было очень, у меня есть очень много друзей евреев, которые, с которыми мы очень много обсуждаем фильмов, и они, например, большинство из них очень не любят фильмы, вот «Жизнь прекрасная», как раз о которой мы вспомнили, и не любят это именно потому, что, если вы помните по сюжету, там внутри концлагеря папа для ребёнка выстраивает игру, если он выиграет, то он получит танк. И там очень много всяких смешных моментов, комичных, которых, в общем-то, папа делает специально для ребёнка, чтобы он не понимал, что на самом-то деле это всё очень страшно, и это всё не игра. И, с одной стороны, фильм на самом-то деле показывает весь ужас, а с другой стороны, например, некоторые представители именно еврейской национальности, которые наследники уже, к сожалению, наследники людей, которые были в Холокосте, то есть вы что-то пережили всю эту мясорубку концлагерную, они говорят, что нет, такого не может быть, это нельзя, это не смешно, это страшно, то есть, ну, как бы нету, не было там никогда места, возможности для вот такого комичного или, скажем, для такой переделки и отношения внутри концлагеря. Вот, поэтому я говорю... Это очень интересно, потому что я недавно буквально читал воспоминания, там была подборка воспоминаний, собственно, людей, переживших Холокост, и они как раз говорили, ну, это вот она была посвящена как раз юмору во времён Второй мировой войны, и они как раз рассказывали, что чувство юмора помогало им выжить, и те шутки, которые они рассказывали, которые я сейчас повторять не буду, потому что из моих уст, они, боюсь, прозвучат дурновкусно, просто-напросто, но в том контексте, среди них общение, это был вот их способ, ну, как-то воспринимать реальность. Это был очень чёрный, очень жёсткий юмор, но он присутствовал. Вот так незаметно мы перешли к обсуждению кинематографа, вернёмся всё-таки в бессмертный полк, поскольку совсем мало времени остаётся. Ещё раз надо сказать, что, ну, в связи с чрезвычайной ситуацией самого шествия не будет, я так понимаю, что будем надеяться, что в следующем году всё будет в порядке, и бессмертный полк вернётся, но есть книга памяти, ещё, может быть, несколько слов в завершении, Маргарита. Да, есть книга памяти, кроме того, мы будем делать на странице акции полка в Фейсбуке онлайн-парад героев, это будут фотографии те, которые есть у нас в книге памяти, и будет слайд-шоу в алфавитном порядке участников бессмертного полка Риги, поэтому следите за информацией на странице. И кроме того, в общем-то, будет онлайн, тоже этот онлайн-шествие бессмертного полка по миру, поэтому вы можете в свою социальную сеть выкладывать свою фотографию или с фотографии героя, или отдельно фотографию героя, соответственно, своего, либо с прошлых полков, и ставить хэштег «Бессмертный полк дома», «Бессмертный полк без границ», «Бессмертный полк Рига», и таким образом социальные сети заполнятся фотографиями наших ветеранов и нас с их портретами. Ну и такие массовые, ну скажем, не массовые, скажем, массовые инициативы, которые сейчас тоже обсуждаются, это выпустить салют в 22.45 у себя из двора, например, а также можно посмотреть страницу 9 мая ЛВ, и они вроде готовили, скажем так, концертную праздничную программу из архивных материалов прошлых лет и новых поздравлений, нового контента. Вот, поэтому с праздником всех наступающих, и будем стараться сделать его праздничным, по-настоящему праздничным, юбилейным, используя те возможности, которые у нас есть. Спасибо, у нас на связи была организатор «Бессмертного полка» Маргарита Драгилла.